Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 28 лет, не замужняя, раньше работала в сфере рекламы, 4 месяца без работы, сточные собеседования, пока нет заработка. Мне очень понравился мужчина, работает в сфере строительства, в большинстве в одном городе, мужчина понравился тем, что у него добрые глаза, улыбчив прямолинейный, целенаправленный мужевский, увлекается боксом и стрельбой, читает книги, посещает концерт в музее. О нем я все изучил в интернет, я тоже люблю читать книги, посещать мероприятия, общаться с интересными людьми. Я понимаю, что бы нам лично встречаться, мне надо иметь работу и заработок на элементарные бытовые вещи. Боюсь, что поиск работы может затянуться, мужчина может отбить другая женщина, что мне делать, очень благодарна за консультацию. Ну, во-первых, ответ вам здесь, а консультацией не является. Вот, это первое, это первое, что, ну, это первое, что хочется сказать. Вот, потому что это просто ответ вам на вопрос, вот, на ваш, и все. То есть, это не консультация. Дальше, значит, если вы говорите о том, что вам понравился мужчина, то как понравился, да? Вы перечисляете ваши сходства, но не перечисляете конкретный интерес, понимаете? То, что вы любите читать книги, писать мероприятия, общаться с людьми, это хорошо, но нет конкретного интереса. То, что у него добрые глаза, он улыбчивый, прямолинейный, прямолинейный, целенаправленный, имущественный, ну, опять же, эти качества, которые, вот, как-то общие интересы, на мой взгляд, ну, не сказать, чтобы, ну, чтобы, раскрывали, раскрывали, вот, потому что это просто характеристики человека, ну, на самом деле, все, вот, этого мало, этого мало для интересов, да? А пока что это, знаете, как, больше выглядит, как то, что вы, ну, как-то проектируете, да, на человека. Ну, вот, свои желания, вот, проектируете на человека свои потребности, которые, ну, которые у вас есть. А, вот, и все. То есть, вам нужен мужчина, вот, такой, как вот, ну, как вы описали, то есть, вам нужен мужчина целеустремленный, мужественный, обязательно добрый, почему, и так далее. То есть, это больше выглядит, как, ну, ваше стремление к защите. К защищенности какой-то, вот, выдает вас потребности в защищенности, и, ну, соответственно, вот, к этому вы, ну, как бы, да, тяготеете к этому. Вот, значит, чем вам человеку понравился, да, и как он вам понравился, это вопрос. Это вопрос, а, и какую направленность имеет, вот, ваше, ну, ваше переживание, тоже вопрос. То, что вы боитесь, значит, того, что мужчину уведут, да, его отобьет другая женщина. Ну, выдает, вот, как раз, к сожалению, вот, вот, ну, некоторое, такое, знаете, обесценивающее некоторых тенденцию, вас. То есть, ну, вот, вы, ну, вот, вы себя, как бы, обесцениваете, ну, в этом, ну, в этом контексте. Вот, к сожалению, к сожалению, выдает некий, некий, ну, некий такой дефицит, дефицит ресурса, ну, вашего, вот, как, ну, как он, как мне это видится, да, по крайней мере. Как мне кажется, вот, выдает некий дефицит, вот, и, соответственно, и, соответственно, вот, с этими моментами, да, мне кажется, нужно работать вам. Вот, как и то, что, вот, вы говорите, да, значит, про то, что, вот, чтобы с ним встречаться, там, мне нужен заработок, то есть, какие-то условия, условности. Это говорит о том, что, вот, вы не принимаете себя, и, вот, значит, как вам кажется, вы выбираете человека, да, который вас, ну, точно примет. Вот, 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 такой мужчина, вам кажется, вас примет, либо, либо вам хочется, чтобы он вас принял, вот, ну, то есть, вот, некий такой идеал, и делать некий, вот, что вы хотели бы, чтобы он вас принял. Привет. А, значит, что делать? Ну, наверное, в первую очередь, работать с самооценкой, как вам уже сказали, да, ограничивающими убеждениями, которые у вас есть, и, соответственно, ваши, ваша проблема, или ваша проблема, как хотите это называйте. В профессиональной сфере, вот, ну, на мой взгляд, является, вот, следствием, следствием того, вот, что вы себе обещали. Вот, вот, как-то так. А, что еще, ну, что еще желательно, желательно сделать? Вот, значит, посмотреть направленность ваших чувств к мужчине, они какие, они какие, они про что, вот, на что, на что они направлены, эти, 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 значит, чувства, вот. Вот, потому что, потому что, потому что, потому что, смотрите. А, пока что, вот, пока что, все выглядит так, вот, для меня, по крайней мере, что вы хотите быть, быть идеальной женщиной с этим мужчиной. То есть, это не личностное общение, это не личностное взаимодействие, да, вот, и отсюда ваши всевозможные страхи, вот, отсюда ваши всевозможные опасения, вот, отсюда ваши всевозможные откладывания, вот, отсюда ваши, ну, переживания такие. Поэтому, опять же, здесь задача заключается в том, чтобы вывести вашу, ну, вывести вашу личность, да, на более высокий уровень, вот, чтобы вот эти все условности, которые сейчас присутствуют, чтобы их вот не было, не было этих условностей, вот, чтобы вы, мальчики, позволить себе быть собой, да, и, ну, встречаться, взимодействовать с человеком так, как вам хочется, то, ну, вот, я думаю, что, ну, вы этого достойны. Что хочется сказать еще, то, что мужчина, который холостяк и такой, как вы его описали, ну, он холостяк, ну, не просто так, есть какие-то основания у него для того, чтобы быть холостяком. Вот, я бы хотел, чтобы вы это обязательно учитывали, потому что, ну, чтобы смягчить возможные разочарования, вот, если у вас, ну, как-то вот эти разочарования будут, да, вот, и понимать, что, ну, не просто так мужчина является холостяком. Вот, естественно, тут вот, тут вот есть вот эти вот нюансы, да, на которые, ну, нельзя не обращать внимание, да, никак вообще, вот, несмотря, там, ни на что, вот. Вот, вот, как-то так, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос ваш, ну, опять же, да, с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии, с точки зрения, вот, моего профессионального опыта какого-то, да, и так далее. Вот, то есть сейчас вы находитесь в состоянии, вот, так вот, знаете, перманентного дефицита. Вот этот перманентный дефицит, да, он мешает вам раскрываться, как лично, вот, уничтает. Значит, психолог поможет вам, психолог раскрывает вас, вот, и, совершенно спокойно вы сможете общаться, значит, с мужчинами, да, с мужчинами, там, на рамах, да, и, ну, как вот, мне кажется, не только, то есть, ну, а, то есть, ну, вот, не ограничивали, чтобы вы, вот, свой кругозор, да, одним человеком, вот, на мой взгляд, это неправильно, несколько. Вот, решать вам, естественно, вот, но я думаю, я думаю, это нехорошо, слава. Я думаю, что, ну, четкого ответа дать вам по поводу того, что делать в этой ситуации. Нельзя, а вот, потому что, все-таки, мы психологи, да, и брать на себя ответственность за вас, ну, не представляется сейчас хорошим, но лично я думаю, что вам нужно вообще, ну, не много. Лично я думаю, вот, лично я думаю, что все, что нужно вам, это, значит, просто найти возможность выразить, проявить, вот ваши, ну, чувства, ну, к человеку, и как вот, ну, я надеюсь, да, вот, как вы понимаете, тут же, ну, нет каких-то, ну, ограничений, да, то есть, пока это, пока то, то есть, вот, и вот подумайте, да, сначала постарайтесь увидеть направленность, значит, ваших чувств к человеку, вот, это первое, просто направленность сначала, постарайтесь увидеть, а потом уже смотрите на то, как вот можно было бы выразить их и все, и какие у вас есть для этого возможности прямо здесь сейчас. Сейчас вам мешает то, что вы, ну, пытаетесь, вы пытаетесь, пытаетесь демонстрировать человеку не себя, ну, вот, как таковую, а вы демонстрируете человеку что-то, ну, как бы, перед собой, работу, деньги, вот, что-то такое, ну, вероятно, вы избегаете себя сами. Вот, если это так, то, опять же, психолог может помочь с этим справиться, да, то есть, ну, помочь вам переключить, переключать свое внимание на что-то, ну, на что-то другое. Абсолютно нормально. Вот, как-то так. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Все.